здравствуйте друзья в сегодняшнем уроке вы увидите у а а а и а а Субтитры создавал DimaTorzok Прежде чем мы продолжим, посмотрите небольшую часть уроков, которые вы получите, если приобретете полный курс. И пока вы знакомитесь с тем, что включает в себя весь курс, частью которого является этот урок, хочу обратиться к вам с просьбой, которую мы будем добавлять к каждому уроку, который будем публиковать на Ютубе. Не потому, что мы этого хотим, а потому, что мы нуждаемся в вас. В вас, тех, кто уже покупал, покупает или будет покупать наши курсы. В вас, тех, кто оказывает нам поддержку, делая пожертвования, независимо от их размера, обращаемся к вам с искренним сердцем и открытой душой. Наше Ютуб-сообщество собрало, собирает и будет собирать людей, которые ценят знания, личностное развитие и поддержку друг друга. Мы невероятно благодарны каждому из вас за то, что вы здесь, за вашу активность, за каждый лайк и комментарий. Благодаря вам наш труд приобретает смысл, и вместе мы создаем что-то по-настоящему ценное. Но в этот момент, как никогда раньше, нам нужна ваша поддержка. Чтобы мы могли продолжать делиться знаниями и создавать качественные материалы, мы полагаемся на вашу помощь. Так сложились обстоятельства, что в данный момент наши курсы могут быть приобретены только за пределами России. И Ютуб также учитывает только просмотры из других стран. Поэтому мы обращаемся к тем из вас, кто находится за пределами России, с просьбой поддержать нас небольшим пожертвованием, кто сколько может. Будь вы в Германии, Украине, Финляндии или где-либо в Европе или мире. Ваши пожертвования помогут нам продолжить вести канал, улучшать качество контента и создавать еще более полезные материалы для всех, кому они нужны. Вы можете поддержать нас, сделав пожертвования через PayPal или Revolute. Вы также можете стать членами нашего Ютуб-канала или поддержать нас через кнопку SuperTanks. Можете также стать участниками нашей страницы на Patreon, где мы выкладываем записи наших мастер-классов и вебинаров, а также размещаем курсы, которые уже доступны и будут добавляться в будущем. Все наши курсы мы загружаем на нашу страницу в Patreon, все ссылки находятся в описании под видео. Мы вкладываем много усилий и времени в создание курсов, чтобы развиваться вместе с вами, и покупка курсов станет значительным вкладом в продолжение нашей работы. Каждая ваша поддержка, покупка курса или пожертвования – это вклад в общее дело, которое мы строим вместе. Давайте не останемся равнодушными и поможем друг другу в это трудное время. Вместе мы сильны, и я верю, что мы сможем преодолеть любые преграды. Спасибо вам, что вы с нами на этом пути. Благодарим вас от всего сердца. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Димаем приблизительно пополам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Для чего? Для того, чтобы нам показать более наполненный овал. Вот таким образом мы его делаем. У меня очень мягкий карандаш, чтобы вам было видно. И дальше мы делим расстояние этого окошка примерно на три части. Можно для того, чтобы нам здесь показать нашу линию горизонта. Вот наша линия горизонта. Мы ее делим, саму линию горизонта делим на три части. Поднимаем вверх. И вот здесь мы можем нарисовать Луну. Луна у нас может быть полная. Обязательно возьмите ли циркуль, или обведите монетку, чтобы она была очень ровная. И даже когда вы рисуете месяц, сначала обведите кружок, а потом рисуйте месяц, иначе у вас немножко он собьется. Дальше на одной трети, вот здесь мы рисуем с вами елку. Елка должна быть выше нашей Луны. Вот такая у нас конструкция. Елки у нас темные на темном фоне. Их будет несколько. Они заходить будут друг за друга. Сначала мы маленькие елочки рисуем, примерно такие. А потом мы уже будем сверху добавлять нашей елки. Обратите внимание, какая ломанная у нас линия, для того, чтобы показать нам живость такую. Но мы стараемся не уходить ветками за край. То есть у нас внутри не фрагментальная композиция. А для того, чтобы у нас было какое-то воздушное здесь пространство, мы сделаем таким образом. Вот большие елочки мы выдвигаем вот сюда, например. И можем сюда даже показать фрагментально. Но в бок мы стараемся не сильно уходить в фрагмент, потому что у нас здесь будет по бокам лапник. И даже сейчас рисую. Я вот точно не знаю, как он у меня будет идти. Но будет идти вот таким образом веточка. Веточка одна. Сюда идет вторая веточка. Вот сюда вниз еще веточка. Вот сюда веточка. И сюда. Теперь с другой стороны ветка. Вот сюда. Сюда веточка пошла. То есть у нас не будет такого окошка, как мы привыкли с вами наблюдать. А будет вот этот вот фон ночи будет заходить вот сюда, показывая эти ветки еловые. Дальше. Здесь заявлены шишки. Поэтому я немножко их не даю акцента. Я их убираю под низ. То есть они у меня будут здесь смотреться немножко фрагментально. Например, здесь одна шишечка, здесь. То есть они у нас где-то видны. Все остальное здесь сверху мы покрываем снегом. У нас здесь будет лапник нарисован таким образом, чтобы снег вот так прикрывал. То есть вот это снег. Вот это наш лапник. Опять снежок. На шишке снежок. Здесь снежок. То есть и таким образом у нас снег будет больше частью прилегать и оттенять разницу в контрасте с ночью. Итак, я теперь беру хороший плотный лист бумаги и постараюсь данную композицию выполнить здесь. Вот немножко уберу свет. Так, так, чтобы не было тени от руки, постараюсь. Так, я извиняюсь. Вот так, наверное. Таким образом. Да, вот так хорошо. Значит, что мы делаем сейчас? Мы делаем то же самое. Значит, отходим прям по 3 см снизу, по 1,5-2 см по бокам и создаем вот такую наполненную композиционную фигуру. Вот здесь у нас мы делим пополам. Находим здесь нашу луну. Выше у нас будет елка. Она может вперед идти. Здесь на заднем плане будут елочки, которые будут вот сюда елочку. Можем сюда показать елочку. Ну и наши веточки. Начинаем вот таким образом веточки, чтобы они у нас были более естественные. Вот здесь у нас снежок мы сделаем. Тогда заходить далеко не будем. Мы можем оттенить. Вот здесь снежок будет. Здесь. Из-под снега будет шишечка здесь видать. Здесь может быть шишка. Так. Вот здесь будет снежок. Так. Вот так. Здесь снежок. И вот таким образом. Здесь снежок. Теперь в эту сторону. Вот здесь у нас снег будет. Для того, чтобы нам снежок. Из-под снега у нас будет шишечка, например, одна идти. Здесь будет снежок. Обозначаем. Для того, чтобы нам было понятно. И уже сюда пойдет. Шишечка одна, вторая и снежок. То есть мы смотрим. Может мы потом в дальнейшем мы добавим или убавим что-то. Может быть мы покороче сделаем эту елку. То есть в наших силах подправить нашу композиционную историю. Таким образом, чтобы она гармонично смотрелась. Итак. Так. Я немножко еще подниму свет. Мне кажется он не очень. Вот. Не так сильно засветляет. Этот лист не нужен. Теперь мы готовим наш стол для того, чтобы нам показать. Так. Вот лист темный положу, чтобы нам не бликовало. Не мешало. Вот таким образом. У меня здесь есть чуть влажная тряпочка. Которая моя помощница. И я начинаю сразу с ночи. В принципе. Можно с белого цвета начинать. Но тогда нужно будет кисточку очень перпендикулярно держать. И это будет сложнее. Для темной ночи мы берем без белил. Во-первых. Это в первую очередь синий ФЦ. Вот. Надо побольше брать. Чтобы он был такой основной базовый. Потом должен быть фиолетовый цвет. Так как мы с вами делаем все-таки ночь. Фиолетовый цвет должен быть обязательно. Если вам хочется внести в нотку такой сиреневости, вы можете взять сиреневый цвет. Я еще беру цвет ультрамарин. Так. Ну, я думаю, что хватит. Есть еще два цвета. Например, сиреневый и бордовый. Которые тоже могут участвовать здесь. Но здесь не так много места. И что еще? Вот спрашивается, как нам поступать с нашими деревьями, которые сверху пойдут. Если они будут темнее, чем небо, нам придется немножко добавить белил. Чуть-чуть. Вот знаете, я белил немножко добавлю. Но совсем чуть-чуть. Чтобы наши деревья были более яркими на этом фоне. Вот чуть-чуть набираю. Сверху я рисую фиолетовый цвет. Если у вас нет фиолетового, вы берете ультрамарин. Смешиваете. Вот таким цветом. Так как у нас четко прописанная картина здесь, мы можем спокойно прямо вот отсюда рисовать, закрашивать нашу ночь. Ну, как-то многовато я взяла. Ночь я буду рисовать сверху вниз. Ну, вот так. Благодаря тому, что у нас белый лист бумаги, у нас он дает подсветку. Поэтому белил нужно совсем чуть-чуть. Теперь мы полностью закрашиваем наши елки внутри. Полностью. Теперь берем синий фэцетем, темный цвет. Смешиваем его и даем еще. Только обязательно идем таким образом, чтобы у нас была перекличка, чтобы цвет в цвет обязательно плавно входил. Но как бы прыгал туда-сюда, туда-сюда. То есть мы можем сюда и фиолетовый добавить. Смотрите. Вот поближе к нашей луне я добавлю больше темноты, чтобы она была более контрастная. Вот так вот. Вот ультрамарин постепенно добавляем. Можно по уголкам идти. То есть в одном углу такой-то цвет, другой и другой. Вот так вот перекликаться могут цвета. Книзу чуть посветлее делаем, потому что у нас с вами темные елки там будут. И мы все время, когда работаем над композицией, мы все время задаем себе вопрос. А как будет дальнейшая накладка участвовать? Как будет смотреться? Вот для декоративно-прикладного творчества очень важно задавать себе такие вопросы. Потому что без вопросов мы можем просто нарисовать какую-то свою идею. А потом она сверху, когда вы начнете писать, и получится, что у вас или одинаковой весовой тональности, например, те же елки на заднем плане, одинаковые весовой тональности, что скажется не очень хорошо. Вот все такие нюансы, их надо продумывать. Так, чуть-чуть сюда. Посветлее, чтобы было. Фиолетовую вернемся. Вот все время какие-то цвета доигрываем. Некоторые пишут, и буквально очень жидкая краска. Я прошу вас, краска должна быть достаточно плотная. Видите, как лист прямо изгибается. Поскольку у нас здесь будут с вами елки сверху, вы тоже не должны этим быть обеспокоены, потому что елочки, они у нас более темные. Они будут на контрасте работать. Так. Конечно, в гуаше не так много оттенков. И хотелось бы сюда добавить еще цвета. Поэтому, если у вас есть такая возможность, как добавить цирулиум, цвет очень красивый небесный, или добавить цвета из акварели, или добавить цвета из не художественной, а плакатной гуашево детский такой замес, продаются такие недорогие коробочки. Там есть интересное очень сочетание. Вот. Это мы с вами сделали. Что мы должны сделать? Мы сейчас с вами сделаем наброск, сделаем звезды ночные. Что для этого нужно сделать? Для этого надо здесь взять какую-нибудь синтетическую кисточку. Она может быть округлая. Вот я вам показываю здесь. Может быть любая синтетическая кисточка. Как плоская, если у вас есть, и вы занимаетесь творчеством с детьми, как правило, у детей есть много различных, вот таких вот даже старых кистей, которые раскрытые. Вот любую кисточку берем не очень большого размера. И теперь мы... Прежде чем мы продолжим урок, еще раз хотим поблагодарить каждого, кто приобрел наши курсы или сделал пожертвование, вы можете продолжить поддерживать нас через PayPal, Revolut и Patreon. Вы также можете стать членами нашего YouTube-канала или поддержать нас через кнопку SuperTanks. Благодарим каждого из вас, где бы вы ни находились в мире. Творчеством с детьми, как правило, у детей есть много различных, вот таких вот даже старых кистей, которые раскрытые. Вот любую кисточку берем не очень большого размера. И теперь мы в белило, которое у нас с вами есть, подмешаем немножко лимонного цвета. Вот у нас белило остались. Мы берем немножко лимонного цвета, перемешиваем, добавляем водички, потому что нам надо, чтобы был жидкий цвет. Берем кисточку, вот я возьму вот эту, например, кисточку, а можно вот эту взять. Дело в том, что когда мы делаем набрыск, то нам надо, чтобы была довольно жидкая красочка вот здесь у вас присутствовала, и вот так чуть-чуть пальчиком делаем. Раз, раз, два. Все, и звездное небо у вас уже есть. Много не нужно этого делать, потому что когда вы очень много будете наброс делать, или, например, при помощи зубной щетки, то вы невольно вот этот весь ваш красивый, мягкий переход цвета вы испортите. Дальше, если у вас вышел набрыск крупноват, и форма имеет некруглая, вы можете взять ватную палочку и убрать. Вот на этом этапе очень легко убирается. Следующий совет. Если у вас здесь вышла целая серия неловких набрызгов, вы можете прикрыть нашими елочками. Итак, мы спускаемся дальше в долину. Поскольку мы взяли уже желтый цвет, он у нас будет невольно присутствовать на снеге. Даже в темную-темную ночь снег имеет оттенок, а у нас с вами лунная ночь. Поэтому мы берем вот этот цвет, который остался у нас от набрызга, и вот такой дорожкой рисуем в центре нашего долинии горизонта. Дальше нам нужно ее растянуть. И если сейчас я добавлю синий цвет, у нас неловкий будет зеленый оттенок, а нам нужно его избегать. Почему? Потому что у нас с вами лапника много, и поэтому здесь должны присутствовать только цвета холодного оттенка. Как тут поступить? Надо немножко подождать, чтобы цвет впитался в бумагу, высох, и тогда можно дорисовать и легонечко соединить. Следующий вариант. Вы можете взять нейтральный цвет, такой как бордовый или сиреневый, и через него уйти в темные цвета. Давайте мы сделаем таким образом. Мы возьмем фиолетовый цвет. И вот около вот этого цвета положим бледно-фиолетовый оттенок. Так как фиолетовый цвет с лимонным, желтым, не дает такого цвета зелени, как при, например, ультрамарине или голубой фице-красочке. Все движения должны быть слева направо. Сначала это смотрится не очень интересно, смотрится, напоминает нам даже какую-то воду отражение. Мы не переживаем и тихонько, не торопясь, аккуратненько с вами доделываем нашу вот эту полянку, освещённую лунным светом. Надо, чтобы отсоединялась линия горизонта, поэтому я туда добавлю больше белого цвета. А как теперь нам соединить эти два красивых сочетания? Нам нужно немножко взять белил и смешать, например, с фиолетовым цветом чуть-чуть и вот такими холмиками дорисовать. Сейчас я холмики дорисую, а потом разведу водичкой, кисточкой вымою и вот так вот легонечко присоединю. Если у вас мало краски на кисточке, то у вас это не получится, друзья. Поэтому старайтесь, чтобы у вас на кисточке было достаточно краски, чтобы потом можно было подправить. Вот такие сугробики. Вот такая, смотрите, какая-то липочками так называемыми рисуем, вот так вот прихлопывая, утрамбовываем как бы цвет и получаем интересный, такой красивый отблеск луны. Луну мы можем нарисовать отдельно. Мы можем нарисовать ее перламутровой краской, например, серебряной краской. Только не нужно брать темное серебро, брать светлое серебро можно. Но если вы возьмете, например, чисто перламутровый цвет и закрасите вашу луну, она у вас будет немножко плоская. Поэтому мы с вами луну делаем сначала белым цветом, вот я, например, и сделаю немножко, покажу оттенок. Как же сделать так, чтобы луна у нас была объемная? Мы используем принцип передачи объема для яблок, для фруктов с изобразительного творчества. Мы возьмем желтый этот оттенок, не доходя до края. Мы вот желтым оттенком делаем вот этот полукруг. Мы с вами уже это проходили. И благодаря тому, что мы это сделали, немножко нужно еще немножко синего туда дать оттенка. Показать, как бы на луне у нас есть кратеры такие. Это все, пока краска не высохла, очень легко делается. И у нас луна получается, такая крупная луна, очень красивая. Вот теперь нам нужно покрыть белым, чистым белым цветом наши снежные покровы на ели, на елочке. Мы берем белый цвет и вот так вот закрашиваем, пока у нас высохло здесь все. Много краски не берем. Берем таким тонким слоем, для того, чтобы у нас очень хорошо, во-первых, прогрунтовать лист бумаги. Нужно достаточно прогрунтовать. Бумага у нас сразу становится коребистой, она приподнимается. Вы можете идти сверху вниз, снизу вверх, вот на один слой, буквально жиденькой краской, чтобы как можно быстрее высохла эта красочка. Потому что нам нужно на один слой покрасить наши ели. вот этот лапник, который обхватывает нашу композицию. Вот здесь хочу нарисовать. Тоже лапник. Такой, перекрытый снегом. Так, вот. Я прошлась белым снегом из-за того, что у меня кисточка не столь чистая, как в начале рисования. У меня немножко даже с голубым оттенком, но это нам и нужно. Потому что у нас с вами мы будем рисовать еще, передавать объем очень похожим средствам, как мы рисовали с вами луну. Итак, дорогие друзья, нам нужно взять кисточку номер 1 или кисточку номер 2. В общем, тоненькую кисточку берем для того, чтобы нам показать, где наши елочки. Мы с вами нарисовали карандашом на эскизе елочки раз. Здесь мы нарисовали елочки два. И теперь спрашивается, а зачем мы их рисовали, если мы их вот так закрыли. Дело в том, что память откладывается в памяти то, что мы с вами рисовали. Поэтому, я думаю, не составит труда вам нарисовать еще раз елочки. Или в карандаше. Вот как я это делаю для вас специально. Вспоминаем вот эту вот линеечку. Да. И вот сюда еще покажем елочку. Елочки мы будем рисовать сейчас при помощи темного синего цвета. Разведите, пожалуйста, его так пожиже. Если у вас будет густая краска, кисточка у вас будет застревать. Или рисовать очень короткими штрихами. Что не нужно делать. Берем линию, проводим. И проводим линию для всех елочек. Нам не нужно стремиться, чтобы эта линия была совершенно ровненькая. Мы и те елочки сделаем. Обозначим их. Можем добавить елочек. Можем убавить елочек. Вот так. А теперь нам нужно поработать с этими елочками таким образом, чтобы у нас елочки отличались друг от друга по цвету. Поэтому мы будем работать с теми красками, которые у нас на палитре, но только без примеси белого. Но спрашивается, а как же снег? Снег мы будем делать после того, когда елочки высохнут. Итак, я беру дальние елочки и беру чисто вот этот синий цвет. Вот маленькие елочки. Начинаю их рисовать. Поворачиваю кисточку таким образом и оставляю кое-где место для снега. Дошла до линии горизонта и ровненько сделала такую педальку. Потому что эта елочка у меня вдалеке. Следующую делаю елочку. У меня же там есть эскиз, эскиз треугольника, поэтому у меня очень легко и несложно это сделать. Раз. Дошли до низа. Видите, как несложно сделать елочки пока. У нас, понимаете, у нас композиция с одними елями, с елочками, с одними елочками. Вот сейчас нет такой традиции. Вот, а я, например, знаю, что в Пушкине, это бывшее царское село имей. Надеемся, что вам понравился урок до этого момента. Вы можете приобрести весь курс, частью которого является сегодняшний урок по ссылке в описании. Мы уверены, что вам понравятся все наши уроки, как в этом курсе, так и в остальных. Спасибо всем, кто решит их приобрести. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо, что досмотрели до конца. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, а также нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем рады видеть вас в числе членов канала. Это отличная возможность поддержать нас. Это поможет нам продолжать создавать для вас полезные и качественные материалы. Кроме того, вы можете поддержать наш проект, приобретая наши курсы или сделав пожертвование через PayPal, Revolut или на Patreon. Ваша поддержка очень важна для нас. Все ссылки для помощи находятся в описании под видео. Спасибо, что вы с нами и до встречи в следующих выпусках. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А теперь давайте продолжим с уроком курса.